Девятый том книги «Открытым оком», вопрос номер 2224. «О ваших предприятиях так много пишут и говорят, и по неволе люди думают, что вы закупили все средства массовой информации, и потому они так восторженно трубят обо всем, что бы вы ни делали. Так ли это?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Конечно же не так. Что бы Москва прислала своих работников из ТВ-6, что бы они приехали на своей машине в Потеряевку и жили там, и снимали, а потом на всю страну показывали. Да на это деньги не наши нужны, а господ Березовского с Гусинским. Ни копейки нигде за публикации никто из нас не платил, но и нам никто ни рубля не давал за интервью или за свои публикации. Просто дело, каким мы занимаемся, оно чрезвычайно интересное и сверхперспективное. Заповедник веры является логическим завершением начавшегося в 1989 году знакомства автора с православным проповедником Игнатием Лапкиным и его последователями. Отдельные снимки из отснятого и за эти годы фотоматериала время от времени публиковались в СМИ. Но только теперь этот материал обрел свою законченную форму и представлен посетителям этой выставки благодаря содействию Межрегионального общественного фонда «Открытая Сибирь» город Новосибирск. Проект «Заповедник веры» в мае этого года победил в гарантовом конкурсе этого фонда «Фоторесурс-2003». Островком истинно-православной веры можно назвать восстанавливаемую с нуля деревню Потеряевку, находящуюся в Мамонтовском районе нашего края. Ее разрождение стало возможным благодаря братьям Лапкиным, Игнатию и Якиму. Именно они в 1991 году вернулись к месту своего рождения в Потеряевку. Которой тогда уже 20 лет не было на карте района и поставили там первую палатку. Идея возрождения России через создание православных общин отнюдь не нова. Но и существует она чаще всего как идея, которая лишь витает в воздухе, но не воплощается в конкретные дела, поскольку говорить для иных легче, чем делать. Но встретившись с этими людьми, я был впечатлен как силой их убежденности, бескомпромиссности, так и бескорыстностью всех их начинаний. Основными сюжетными линиями выставки являются, во-первых, уникальный летний лагерь Стан для отдыха детей, верующих со всей России, существующего уже ровно 30 лет. Во-вторых, деревня община со своим особенным укладом жизни, нетипичным для нашего времени, поскольку все ее жители исповедуют истинное, неискаженное нововведениями каноническое, строгое православие. И в-третьих, конечно же, сами братья Лапкины, один проповедник, другой священник. Мне хотелось создать достоверные, неприукрашенные образы этих людей, настоящих подвижников, одновременно и идеалистов-мечтателей, пытающихся построить совершенное общество на отдельно взятом клочке земли, и великих трудяк, действительно создавших здесь нечто уникальное и неповторимое. Насколько это удалось судить вам? С уважением. А. Волобуев. Вот только несколько последних публикаций, что воспоследствовало за этим. Барнаульский художник Александр Волобуев подготовил материал для новой выставки. Все работы, а их около 80 черно-белых и 30 цветных, посвящены одному и тому же месту – деревне Потеряевки. Чем же вызван интерес к этой географической точке? В отличие от большинства российских деревень, Потеряевка не вымирает, а восстанавливается. В конце 50-х, начале 60-х годов, этот населенный пункт, как и многие другие, был признан бесперспективным. В результате – отток населения и полное разрушение. Но в Потеряевку вернулся Игнатий Тихонович Лапкин. Через работы Александра Волобуева есть реальный шанс познакомиться с Потеряевкой и людьми, восстанавливающими деревню. Русскую православную идею в сельскую общину, о которой так модно стало в последнее время говорить в верхних эшелонах власти. Кстати, 24 мая 1998 года вновь в восстанавливаемой деревне Потеряевке исполнится 180 лет со дня основания. Олег Шнитко. Молодежь Алтая. 21 мая 1998 года. В газете «Алтайская правда» за 12 июня 2003 года, страница 1, есть небольшая заметка следующего содержания. Фотосессия длилась 13 лет. Барнаульский фотохудожник Александр Волобуев получил грант конкурса «Фоторесурс» для выполнения проекта «Заповедник Веры». Конкурс проводился фондом «Открытая Сибирь. Новосибирск». Свои заявки подали 23 фотографа из самых разных уголков Сибири. Александр стал одним из победителей конкурса и теперь получил возможность завершить свою многолетнюю работу. С 1989 года он фиксирует на пленке жизни христианской общины села Потеряевка. На первых снимках люди, живущие в шалашах. Теперь построенные дома, церковь. За эти годы заброшенную деревню воссоздали заново. Итогом работы станет выставка из 16 снимков, сделанных Александром за 14 лет. В 1989 году Волобуев познакомился с Игнатием Лапкиным, бессменным лидером Потеряевской православной общины. Тогда Лапкин как раз вышел из тюрьмы, куда попал за то, что вместе с библейскими текстами распространил начитанный на магнитофонные пленки архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Главным делом общины стало возрождение деревни Потеряевки, Мамонтовский район. В 70-е годы она была выселена как бесперспективная. Теперь там снова живут люди, возделывают поля, растят детей. Летом в Потеряевке работает детский православный лагерь «Стан». За все года отдельные снимки публиковались в краевых и республиканских СМИ. Некоторые стали буквально классическими. Но только теперь материал обрел законченную форму. В зале 56 снимков. Александр Волобуев победил в грантовом конкурсе «Фоторесурс 2003» в номинации «Персональные фотопроекты». Сергей Тепляков «Алтайская правда». 11 октября 2003 года. Вторая страница. Или вот еще публикация в газете «Вечерний Барнаул» за 10 октября 2003 года. Страница 18. «Культурный слой». Лики православные. Светлые лики. С 3 октября по 24 октября 2003 года. В выставочном зале Алтайского государственного университета. Можно познакомиться с фотопроектом «Заповедник веры». Каждый к вере идет своим путем. Кто-то с молоком матери воспитывает преклонение пред Творцом. Кто-то, пройдя через тернии и испытания, находит надежный берег. Деревня Потеряевка. Словно оправдывая свое название, на 10, в действительности же на 20 лет, исчезла с карты Мамонтовского района. Пустырь завоевывал пространство неперспективного поселения. И только благодаря братьям Лапкиным она вновь появилась на свет через веру. В 1991 году Игнатий и Аким вернулись к месту своего рождения и поставили первую палатку. Островком истина православной веры можно назвать восстанавливаемую с нуля деревню Потеряевку, считает фотохудожник Александр Волобуев. Еще в 1989 году познакомился он с Игнатием Тихоновичем. Бородатый мужик в стоптанных валенках, забредший в редакцию газеты «Молодежь Алтая», увлек сотрудников газеты своей идеей. И Александр Павлович стал своеобразным спецкором православной общины. А результатом пристального исследования стала фотовыставка его искренних работ «Заповедник веры», которая в мае этого года победила в грантвом конкурсе «Фоторесурс-2003» организованном в Новосибирске фондом «Открытая Сибирь». Однажды в моей квартире раздался телефонный звонок доктора искусствоведения Тамара Степанская рассказывает о том, как возникла идея выставить «Заповедник веры» в Алтайском государственном университете. Александр Павлович интересовался, не испугаясь ли я, организовать выставку его работ. Договорились встретиться. Когда посмотрела фотографии, поняла, что это просто необходимо университету. Во-первых, определенные знания. Во-вторых, лица светлые, добрые. Какая сейчас идет пропаганда со страниц СМИ и с экрана ТВ. Поток негативных эмоций и чувств. И здесь душа в поисках идеала. Красота, гармония. Люди ищут согласия, внутреннего покоя. Они не мечутся. Эти работы – огромное подспорье в учебном процессе университета. На их основе пройдут семинары, конференции. Богатый живой материал, да и эстетическое наслаждение. Действительно, как все продумано и органично в жизни этих людей. Вот спешат поселения на утреннюю молитву. Книга, притч Соломоновых. Четвертая глава, двадцать шестой стих. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои добудут тверды. Или собрались за обеденным столом. Книга, притч, семнадцатая глава, первый стих. Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота с раздором. Портрет праправнучки основателя деревни Евдоки Титовны Потеряевой. Добрый взгляд умудренного опытом человека. Рядом счастливые лица сестер Плотниковых. Псалом 126, третий стих. Вот наследие от Господа, дети, награда от него, плод чрева. Фотография. Своеобразная экскурсия по деревне. Смотрят на посетителей новоселы Евгений Янчук и его жена Людмила. Послание к Эфесинам, пятая глава, двадцать восьмой стих. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Здание первой школы. Книга, притч, Соломонов. Двадцатая глава, шестой стих. Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состарится. На поле, а в руках выращенный урожай. Работа так и называется. Меж колоссев и облаков. Книга Левит, двадцать пятая глава, девятнадцатый стих. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Труд, семья, учеба, хлеб насущный. Опять труд и постоянные размышления, обращения к Богу. Простые и святые истины. Александр Павлович, знакомство с этими людьми что-то изменило в вашей жизни? Определенную коррективу, конечно, внесла та встреча четырнадцать лет назад. Произошло переосмысление каких-то истин. Жизнь этих людей, их отношения к миру, взаимоотношения заставили задуматься, а то ли я делаю. Светлые православные лица, проникающие взглядом в твою душу, открытые Богу и людям сердца. Кажется, ты где-то встречался и общался с ними. И появляется желание задуматься о дне грядущем. Значит, работы мастера задели за живое. Татьяна Шадрина. Мы поблагодарили добрых людей так. Благодарим Межведомственный общественный фонд «Открытая Сибирь» Агентство регионального развития за финансовую помощь в организации проекта Александра Павловича Волобуева «Заповедник веры». Эта фотовыставка Волобуева Александра, может быть, хотя бы кому-то покажет, что русские люди потеряли, уйдя от Бога, потеряв веру во Христа Спасителя, отказавшись от вечного спасения. На этих снимках видно, что такие немощные, простые русские люди могут начинать с нуля и с Божьей помощью трудясь не умереть с голоду, жить, радуясь в вере православной. Таких пустырей только на Алтае, еще 330 с лишним. Кто хочет жить свободно, чисто и без лжи, могут начинать осваивать эти заброшенные деревушки. Но без веры в Бога, такие начинания у всех закончились прежней пьянкой и воровством и распадом. Мы готовы поделиться опытом с теми, кто осознает важность жизни во Христе Иисусе. Протеерей Иоаким Тихонович Лапкин Староста деревенской общины поселка Потеряевка Барабаш Игорь Александрович. Начальник детского лагеря Стана Лапкин Игнатий Тихонович. Волобуев Александр Павлович, 1959 года рождения. Живет в Барнауле. Член Союза фотохудожников России с 1990 года. Лауреат городских и краевых дипломант всероссийских и международных выставок и фотосалонов. Газета «Вечерний Барнаул» за 22 октября 2003 года, страница четвертая, поместила вот такую заметку. «Знай наших» из Потеряевки в США. Выставка алтайского фотохудожника откроется в Нью-Йорке. Коллекция фоторабот о жизни христианской общины в Алтайском крае «Заповедник веры» будет представлена в Нью-Йорке. В декабре там состоится собрание представителей Архиерейского собора Русской Православной Церкви за рубежом. От России на собрание приглашен представитель Барнаульской общины и священник Иаким Лапкин, который представит выставку «Заповедник веры» на духовном совещании и Совете Архиерейского собора. Автор работ, член Союза фотохудожников России Александр Волобуев планирует отправить более 60 снимков церковной тематики. Внимание художника привлекла жизнь христиан в селе Потеряевка, Мамонтовский район Алтайского края. В 70-х годах прошлого века деревня была разрушена. Местные христиане начали вновь отстраивать село и создали христианскую общину без посторонней помощи. По словам автора, он снимает эту деревню уже в течение 14 лет. Помимо этого, экспозиция включает фотографии детского православного лагеря, расположенного рядом с селом. Добавим, что выставка организована при содействии фонда «Открытая Сибирь» молодые журналисты Алтая. В выставочном зале как-то по-особенному светло на душе. Особенно от того, что под каждым снимком славянским шрифтом сделаны Татьяной Волобуевой выписки из Библии. Вот как это выглядит. Описание выставки Стена номер один Описание снимка Подпись к снимку Цитата из Библии Первое Игнатий Тихонович Лапкин и две девочки идут по дороге возле пшеничного поля. Черно-белое Дорога от разъезда до лагеря 4 километра 1989 год Все пути Господа, милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его. Псалом 24 стих 10 Второе Игнатий Тихонович Лапкин и мальчики в колосьях Черно-белое Межколосьев и облаков 1989 год И будет земля давать плод свой И будете есть досыта И будете жить спокойно на ней Книга Левит 25 глава 19 стих Третье Процессия на мостках Цветной Крещение в озере Июль 2003 года Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце Псалом 39 стих 9 Четвертое Петеримова, Лапкина, Лариса Цветная На крещении Помазание елеем уст 2003 год Вкусите и увидите, как благ Господь Блажен человек, который упывает на него Псалом 33 стих 9 Пятое Крестят девочку Черно-белый снимок Момент крещения 1996 год Крещение не плоской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа Первое послание Петра Третья глава 21 стих Шестое Крестят мужчину Цветное Цветное Крещение по всем библейским канонам Непременное правило в этой общине 1996 год Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стихи Седьмая Портрет Калашниковой Дарьи, черно-белая, лики православия, 1996 год Миловидность обманчива и красота суетна, но жена боящаяся Господа достойна хвалы Книга Придж Соломоновых, 31 глава, 30 стих Восьмая фотография Женская фигура на мазках, цветная, на озере Восход солнца, 1996 год Днем явит Господь милость свою, и ночью песни ему у меня Молитва к Богу жизни моей Псалом 41 стих 9 Девятая Девочка со свечкой, цветная Свеча, зажженная от свечи, тоже символ крещения 1996 год Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие Евангелие от Марка, 10 глава, 14 стих Десятое На зарядке с отцом Наумом Борщуковым, черно-белая Утром в лагере зарядка 1991 год Человек мудрый, силен, и человек разумный Укреп Укрепляет силу свою Книга, притч 24 глава, 5 стих 11 Игнатий Тихонович Лапкин и дети несут в воду Черно-белая Ежедневные Ежедневные заботы 1989 год Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает Книга, притч, 10 глава, 4 стих 12 Девочка с банкой воды, черно-белая Родниковая вода для лагеря 1989 год Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет Книга, притч, 11 глава, 25 стих 13 Смотровая вышка и небо, цветная Лагерь Стан, 1994 год Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь Псалом, 18 стих 2 14 Женская группа на лавочке в храме, цветная Короткий отдых после литургии, 1996 год Жертва Богу, дух сокрушенный Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже Псалом, 50 стих 19 15 Малышка Анфиса на руках мамы Ирины Устиновой при подходе ко кресту Цветная, будьте как дети, 2003 год Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу Ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя Псалом, 8 стих 2, 3 16 Лев Польгуев с Анной Оконечниковой с цветами в руках Цветная, белые цветы, 2003 год Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих 17 Дети на дереве, черно-белое Первые литургии проводились под кроной этого дерева 1989 год Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом Книга-притч Соломоновых, 19 глава, 21 стих 18 Мальчик Витя Петеримов в шалаше с котенком, черно-белое, человек и кошка 1989 год Ложусь я, сплю и стою, ибо Господь защищает меня Псалом 3, стих 6 19 Девочка в траве, черно-белое, лагерь Стан Дети здесь напрямую общаются с природой 1996 год Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном Евангелие от Матфея, 18 глава, 4 стих 20 Дети в телеге, воскресный отдых в лагере Стане, черно-белое Воскресное катание на лошадях 1989 год Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо Псалом 19, стихи 8-9 21 Яковлев Виктор с сыном Никитой на руках Плюс Игнатий Тихонович Лапкин, черно-белое Подставь другую щеку 1994 год А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую Евангелие от Матфея, 5 глава, 39 стих 22 Дети на турнике, черно-белое, вновь прибывшие обживаются в лагере 1994 год Кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным И бывает друг более привязанный, нежели брат Книга Придж Соломонов, 18 глава, 24 стих 23 Вася Лапкин дрожит на мостках, черно-белое Утреннее купание, 1989 год Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни Книга Придж, 4 глава, 23 стих 24 Андрей Дробот, Никитин, Миша и Вася Плотников устала Устала, черно-белое Потеряевские мужчины бороды не бреют 1998 год Блажен народ, у которого Господь есть Бог Племя, которое он избрал в наследие себе Псалом 32 стих, 12 25 Ося Янчук задувает свечу, цветная Служба закончена, 2003 год Ты возжигаешь светильник, мой Господи Бог мой просвещает тьму мою Псалом 17 стих, 29 26 Черемушкина Нюра склонилась над Библией, черно-белая Для Слова Божия нет уз 1989 год Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им Псалом 24, 14 стих 27 Отец Сыраким с крестом, цветная Именины Батюшки, праздник для всей общины 1999 год А я в правде буду взирать на лице Твое Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим Псалом 16 стих, 15 28 Подготовка к исповеди, молящиеся на фоне горизонта Черно-белое Подготовка к крещению 1994 год Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя Псалом 32 стих, 22 Стена номер 2 Первое Малышка целует крест, цветная, причастие, 2003 год Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним Евангелие от Луки, 18 глава, 15 стих Второе Лев Пальгуев держит хоруфь, цветная Перед крестным ходом Чтец Лев Пальгуев, 2003 год Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня Псалом 33 стих, 5 Третье Отец Иаким над водой на мазках пирсе освещает воду перед крещением, цветная, крещение, 1996 год Сердце чистое сотвори во мне, Божий, и дух правый обнови внутри меня Псалом 50 стих, 12 Семья Барабаша Игоря на фоне стога сена, цветная Староста потеряльской общины Игорь Барабаш семейством, 1996 год Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка Книга Приджи Соломонов, 31 глава, 10-11 стихи Пятое Крестный ход, скрещение, цветная, дорога ко храму, 2003 год И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи Псалом 9 стих 11 Шестое Девочка с Библии, черно-белая, лагерь Стан, первые шалаши, 1989 год Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих Седьмое Игнатий Тихонович Лапкин на скамейке у пруда показывает на небо цветная Все мы от Бога, 2003 год Выслушаем сущность всего Бойся Бога и заповеди Его соблюдай Потому что в этом все для человека Книга Экклесиаста, 12 глава, 13 стих Восьмое Небо, церковь, озеро, цветная, потеряевка, 1996 год Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный Нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены Послание Иакова, 11 глава, 17 стих Девятое Евдокия Титовна Потеряева Возле дома Цветная Домашние заботы Евдокии Потеряевой 2003 год На пути правды, жизнь и на стезе ее нет смерти Книга Придж, 12 глава, 28 стих Десятое Отец Иаким кормит курицу храма, цветная, на подворье 2003 год Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется А другой сверх меры бережлив и однако же беднеет Книга Придж, 11 глава, 24 стих Стена третья, номер 3 Первая Группа певчих, цветная Певчий 2000 год Пойте Богу нашему, пойте имени Его Превозносите Шествующего на небесах Имя Ему Господь И радуйтесь пред лицом Его Псалом 67, 5 стих Вторая Отец Иаким с иконой, цветная, протерей Иаким Лапкин 1999 год Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей Псалом 25, стих 8 Венчание, черно-белое Венчание, 2000 год Возложи на Господа заботы Твои, и Он поддержит Тебя Псалом 54, стих 23 Четвертое Невеста Алена Шимкова, цветная, 2000 год Передай Господу путь Твой, и уповай на Него, и Он совершит Псалом 36, стих 5 Стена номер 4 Номер, описание, снимка, подпись к снимку Цитата из Библии Первое Янчук Евгений с женой Людмилой у окна своего дома Только что построенного ими Цветная Новоселы Евгений Янчук и его жена Людмила 1996 год Так должны мужья любить своих жен, как свои тела Любящий свою жену, любит самого себя Послание к Эфесинам, 5 глава, 28 стих Второе Старебряческий священник, отец Андрей Марченко и Унагаева Ольга Идут по улице в Потеряевке Цветная Дорога к дому 1998 год Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня Книга Придж Соломонов, 4 глава, 17 стих Третье Чтец Бауэр Севастьян и секретарь крестовозвиженской общины Дыбунова Марина у забора, цветная, в день 180-летия Потеряевки 1998 год Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его Книга Придж, 16 глава, 23 стих Четвертое Плотников Вася, ученику школы, черно-белая Первая школа, 1997 год Наставь юношу при начале пути его Он не уклонится от него, когда и состарится Книга Придж, 22 глава, 6 стих Стена номер 5 Первая Отец Аким с конями, цветная Лошади, незаменимые помощники в деревенской жизни 2003 год Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа Книга Придж, 21 глава, 31 стих Вторая Три девочки и сестренки Плотниковы Цветная Сестры Плотниковы 1996 год Вот наследие от Господа, дети Награда от него, плод чрева Псалом 126, стих 3 Третья Портрет Евдокии Титовны Потеряевой Цветная Евдокия Титовна Потеряева Проправнучка основателя деревни 2003 год Страх Господень прибавляет дней Книга Придж, 10 глава, 27 стих Четвертое Игнатий Тихонович Лапкин у первой кельги возле балерины Цветная В первой землянке теперь можно делать музей 2003 год Дай мне уразуметь путь повелений твоих И буду размышлять о чудесах твоих Псалом 118, стих 27 Стена номер 6 Первая Небо и хоруфь цветная У озера 1996 год Вторая Крестный ход на крещение к озеру Черно-белое На утреннюю молитву 1996 год Обдумай стезю для ноги твоей И все пути твои Да будут тверды Книга Придж, 4 глава, 26 стих Третья Игнатий Лапкин с детьми в лагере Стане работает Черно-белое Лагерь Стан Ремонт техники 1989 год Видел ли ты человека Проворного в своем деле Он будет стоять перед царями Приджи 22-29 Четвертое Александр Волобуев и дети В 1989 году Черно-белое Автор проекта В первые дни знакомства с лагерем 1989 год Пятое Приходько Наталья Воспитатель с детьми у кухни Черно-белое Старший воспитатель Лагерь Стан Обед готов Можно бить в колокол три раза 1996 год Отчи всех уповают на тебя И ты даешь им пищу Их свое время Открываешь руку твою И насыщаешь все живучее По благоволению Псалом 144 Стихи 15-16 Шестая Дети Плотниковы С бабушкой Серафимой Гавриловной Трапеза 1996 год Лучше кусок сухого хлеба И с ним мир Нежели дом Полный Заколотого скота С раздором Книга Приджи Соломоновых 17 глава 1 стих Думаю, что у таких выставок Подобных почти невозможно найти Это не просто фотовыставка Талантливого фотохудожника Это широкомасштабная Серьезная проповедь Меня неоднократно Приглашали выступить Перед разными факультетами Которые приводили На фотовыставку И мы с Александром Павловичем Вели к совершенству Слушателей Я им благовествовал О Христе Решил пожертвовать Так много места На этот вопрос-ответ Чтобы многие могли Взять для себя Как нужно Из самого Самого незначительного Приобрести полезное Умножить талант Книга пророка Иеремии 15 глава 19 стих На сие Так сказал Господь Если ты Обратишься То я Восставлю тебя И будешь Предстоять Пред лицом моим И если Извлечешь Драгоценное Из ничтожного То будешь Как мои уста Они сами Будут обращаться К тебе А не ты Будешь обращаться К ним Или вот Очередной Репортаж О Потеряевке Из районной Газеты Поверьте Что так За деньги Корреспонденты Не пишут Слишком уж Легко Проверить Написанное Тем более Столько У нас Есть Недругов Которые Не потерпели Бы Такой Патоки Свет Октября 3 июня 2004 года Страница 3 Полностью Вся Страница О Потеряевке С шестью Снимками От Урала До Потеряевки Дорогой Веры Разными Путями Попадают Люди В Потеряевку Но у всех Здешних Жителей Есть одно Объединяющее Начало Верного Христа А значит И в то Что все Трудности Преодолимы С Божьей Помощью А еще Потеряевцы Верят В себя И в свои Силы В чем Я уже В который раз Убеждался Пообщавшись С новоиспеченным Жителем Возрожденного Поселка Александром Желтухиным До поры До времени Жил он С семьей Свердловской Области Был священником Как он сам Говорит К Богу Пришел Тернистой Дорогой На Урале У Желтухиных Все родственники Постепенно Обзавелись Хорошим Жильем Хозяйством Но однажды Жизненные Пути Свели Александра С известным Христианским Проповедником Игнатием Тихоновичем Лапкиным Прочитал И его Книги И нашел В них Для себя Истину Вот тут То И зародилась Мысль Побывать В Потеряевке И вскоре Он уже Знакомился С Потеряевцами И их Образом Жизни Пожил Две Недели Рассказывает Александр Помогал Похозяйству Местным Жителям Присматривался И понял Что здешний Образ жизни Мне по душе Вернувшись Домой Посоветовался С женой Еленой И нашел Полное Взаимопонимание Весной И переехали Все семьей На постоянное Место жительства В Потеряевку Господь Меня позвал Замечает Александр Значит Я должен Ему Довериться Семья Желтухиных Многодетная У них Шесть Детей Мы Едем Мы Ведь Еще И ради Детей В Потеряевку Отправились Размышляет Глава Семейства Заметив Мой Вопросительный Взгляд Поясняет Чтобы Спасти Детей От пьяни Мата Воровства Всего Того Что Чего Полно В нынешней Жизни Здесь Этого Нет Потеряевка Живет По уставу И руководствуется Заповедями Христа Как же Преодолеем Все Трудности Я Слушал Александра И думал Действительно Когда в человеке Есть вера Внутренний Стержень Он Способен Пойти Навстречу Трудностям Которые Любого Другого Человека Испугали И поверг И поверг В уныние Время Время От времени Александр Как священник Проводит Службы В местном Храме Люди В современном Обществе По сути дела Одиноки Считает Александр А вера Их Объединяет Делает Духовно Близкими Дети Желтухиных В Потеряевке Не затерялись Уже Хорошо Знают Своих Сверстников Общаются Ходят В гости Очень Доверчивы Нравится Желтухиным И местная Природа Красота Простор Так Они Ее Оценивают Хотя От Урала И сильно Отличается Александр Твердо Убежден Что Потеряевка Будет Жить Были Бы Сомнения Говорит Он Мы Бы И не Поехали На Прощание Поговорили И смерти Об истинном И ложном Александр Кратко Изложил Свой Взгляд Истин Не может Быть Много Истин Всегда Одна А жить Стоит Ради Того Ради Чего Стоит Умереть И Надо Всегда Помнить Об истинных Ценностях О Боге О том Что Он Ведет Нас По жизни И Что Смерть Всегда Рядом А От Нее Не Спасут Злат Серебро Ритунский Чужие Здесь Ходят Редко Тринадцать лет Назад Священник Местной Свято-Анфимовской Общины Отец Иаким И еще Два Человека Сошли На разъезде Полустанки И долго Шли Пешком По Простелочным Дорогам К месту Где Когда-то Располагалось Родное Село Потеряевка Помолились Уберезы Вспоминает Он Если Есть На то Воля Божья То Быть На этой Пустоши Новой Потеряевки Пусть К возрождению Был Путь К возрождению Был Непрост Надо Было Преодолеть Много Бюрократических Рогаток Чтобы Ити К Поставленной Цели Но Вера В Бога И в себя Помогала И продолжает Помогать Во всем На этом И держится Сегодня Это небольшое Поселение Из 15 Дворов С Населением Около 50 Человек 16 Мая Потеряевка Отмечала Очередную Годовщину Своего Возрождения С коллегой Владимиром Ритунским Мы здесь Не в первый Раз Но Последние Три Года Не удавалось Посетить Это уникальное Место По разным Причинам А жизнь Сельчан Продолжает Течь По их Собственному Уставу И для них Он не Кажется Сложным Ведь Все Жители Без Исключения Стремятся Жить По Заповедям Божьим Хранить Себя От Греха Много Трудиться Быть Милосердным И не Лгать Милосердие Кстати Отвергает Иждивенчество Да Если Видят Что Семье В чем То Трудно Помогут Но Ленность Осуждается Беспощадно Рано Вставай И поздно Ложись Чтобы Жить Достойно Этого Правила Здесь Строго Придерживаются Наверное Потому И дает Им Бог Силы На праздник Приехали Гости В основном Конечно Родственники Сельчан Но Были И официальные Лица Глава Администрации Села Корчино Старчиков Участковый Афонин Главный Ветеринарный Врач Района Игонин Фотохудожник Из Барнаула Волобуев Его Фотовыставка О Потеряевке Это классический Рассказ О России Языком Фотографии Которые Поражают Воображение Любого Человека Не случайно В прошлом году Эта фотовыставка Получила Гран-при В Новосибирске В декабре Отец Иаким Возил ее С собой В США Куда он ездил По приглашению Русской Православной Церкви За рубежом Все зарубежные Совещания Проходила На тему Объединения С московской Патриархией Вопрос этот Непростой Говорит Отец Иаким Создана Специальная Комиссия По работе Над данной Проблемой Мнений По этому Поводу Много Разных И противоречивых Священникам Из России Оплатила Дорогу И проживание Зарубежная Сторона Иначе Ни один Не смог Бы выехать За океан Ввиду Материальных Трудностей На вопрос Как американцы Встретили их Отец Иаким Ответил Что Бывшие Выходцы Из России Больны Ею Но они Совсем Не знают Современную Россию Я им Говорю Приезжайте К нам Тогда и Судите Обо Всем На праздничном Собрании У церкви Состоявшиеся После окончания Божественной Литургии Отец Иаким Вспоминал Первые шаги По возрождению Потеряевки С собой Я привез Десять гусей И курочку С петушком Поставил палатку И пошел В урывку Там корову Купил А ночью Сон приснился Будто корову Украли Выскочил Из палатки Да нет Стоит Привязано Первую лошадь Нам продал Игонин Тогда Директор Совхоза Он 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 Много Помог Без Всякой Просьбы С нашей Стороны И таких Помощников Было Немало Первый дом Строили Из Самана Вместо Соломы Крапиву Замешивали Искорчено Нам Привезли Солому Когда Узнали Про Наше Мучение Староста Игорь Барабаш Приехал На Голое Место И жил С женой И грудным Ребенком На первых Порах В дощатом Сарае Говоря о Трудностях Отец Иаким Наставлял Потеряевцев Храните Чистоту Веры Чтобы Не было У нас Случаев Пьянства Воровства Если Восстанете Друг на Друга Не будет Здесь Поселка В Приветствии К жителям Глава Администрации Села Корчено Сказал К вам Относятся По-разному Но Большинство Уважает Ваш Образ Жизни Которые Вы Сами Выбрали Для Себя Мы Мало Чем Можем Помочь Потеряевке Но Препятствия Не Чиним Здоровья Вам И Успехов Относятся К Потеряевцам Неоднозначно Одни Равнодушно Бросают Ак Попам Поехали Другие Назовут Потеряевку Оазисом Христианской Жизни Каждому Своё Проблемы У жителей Есть Нужна Скважина В колодцах Воды Не хватает Они Даже Пруд Сами Заложили Еще В первые Годы Поселения Чтобы Совсем Без Воды Не Остаться Огородили Его И Следят За Его Состоянием Случ Случ Что И В колодцах Пересыхает Вода Сегодня В Потеряевке Два Фермерских Хозяйства У населения 60 голов Крупного Рогатого Скота Более Сотни Овец Приличные По размеру Огороды Ведь Живут Люди За счет Натурального Хозяйства Вывозят Продукцию В город Чтобы Иметь Наличные Деньги Самое Главное По мнению Людей Что Есть У них Начальная Школа Филиал Корчинской Средней Четыре Преподавателя С Высшим Образованием В двух Классах Обучаются 12 Детей К началу Следующего Ожидается Прибавление Десяти Школьников А если Детей Становится Больше Перспективы Развития Потеряевки Растут Потеряевка Счастлива Внутри Об этом Без слов Говорили Светлые Лица Взрослых И Детей Эл Горбулева Концерт Статья Это был Удивительный Концерт Артисты Дети Начальной Школы И Дошкалята Они Пели О Боге Прославляли Его Любовь Заботу Обо Всем Живом Мы Говорили Мы Готовили Концерт С Любовью И Желанием Чтобы Эта Любовь Передалась И Вам Поприветствовала Зрителей Кристина Александровна Малютина Она Учится Заочно В музыкальном Училище Но Взяла Академический Отпуск Ради Потеряевки Сюда Она Приехала Вслед за Мамой Раисой Юльевной И Пятилетним Братом Отец И двое Братьев Которые Должны Получить Дальнейшее Образование Пока Живут В городе Но Приезжают Сюда В гости Раиса Юлиевна Учитель Английского Языка Совсем Не Деревенский Житель Многие Ее Не Понимают Как Можно Уйти От Благ Цивилизации Четырехкомнатной Благоустроенной Квартиры Успешной Подработки Репетиторством Живу Здесь По Божьей Воле Говорит Она Душе Здесь Хорошо Подошла К нам Кристина Состояние Радости Внутреннего Покоя Это Счастье Мне говорят Что в Потеряевке Парней нет А я верю Что придет Время И Бог Даст мне Жениха Под Акомпанемент Кристины И Старенького Пианино Дети Пели Духовные Песни На русском И английском Языках Интерес К языкам Здесь Большой После Городской Школы В Потеряевке Рай Для Учителя Признается Раиса Юлиевна Дети Послушные Тянутся К вере Воспитанные Дети Пели Замечательно Настя Глушкова Особенно Жаль Что ее Слышат Мало Людей Полонез Агинского Исполнила Третьеклассница Анастасия Никитина На пианино Играет Большинство Детей В школе Имеется И гитара Учитель Начальных Классов Виктор Савченко И Кристина Составили Хороший Певческий Дуэт Учителем Музыки Работает Людмила Анатольевна Янчук А Елена Анатольевна Барабаш Вроде Директора Школы Школа Расположена В здании Церкви Вход С боковой Стороны Два Класса Парты По количеству Учеников Печка Где сверху Лежат На готове Сухие Дрова Спортивный Зал Умные Интеллектуальные Учителя И благодарные Ученики Каких Поискать Надо С кем Поведешься А почему Бы Нет Мы Набираем И Непроизвольно Недостающие Какой Не есть Привет Особенно С поры И еще Дошкольной Так С кем Мы Повелись И подружились Кого Под кров К родителям Вели С кем Разговаривали Ели И ложились Все В полутьме У странников Земли Кому-то Нас тянуло Как магнитом О ком-то Тосковали По ночам Иные В памяти На волосинке Гниды Тебя Нигде Никак Не обличат Наш круг Не те Правители И боссы Артисты Знаменитые Герои Мы Губошлепы И молокососы До седины Неведомо Что строим К себе Подобной Птица И зверье Учкуется Слетается Как знаем От дружбы Непроверенной Ужаленный Умрет Крестообразно Кости Украшают Знамя Блаженство Искренних Знакомых Христиан Настраивает Ближе К ним Прибиться Здесь Умножают Принятый Талант Плоды Взрастишь Они Одни Лишь Листья О чем Твой разговор С твоей Подругой Твоих Наперсников Волнует Что Всегда Смех Беспричинный Осуждение Ругань А с языка Вонючая Вода Ищи Сообщество Из знающих Писания Где Центр Всего Спаситель Божий Сын Подобные Птенцы К тебе Слетятся Сами В душе Имей Духовные Весы Для многих Вера Маска Мимикрия Не обольстись Словами И одеждой У ног Христа Сидит Твой Друг Мария Кто Не Пришел Погибшие Невежды 1 августа 2003 года Игнатий Лапкин Продолжение следует...